И всем привет, с вами я Ленин, и мы сегодня продолжаем играть героями Джеймаги 5-го часть, и сейчас у нас начнётся сражение против эльфов. У нас тут Таланар стоит, опасность низка, а до сотни-сотни отряд. Армия. А в городе, почему-то, он не хочет нормально показывать, ну ладно. В городе немало бойцов, много отряд, ну, тоже низкая опасность. У Маркера вот столько много воинов, к большому сожалению, мало, конечно, тёмной энергии, а куда-то побольше, чтобы было, ну ладно. Я до этого момента, пока не начинал видео, уже закернил, и начинаю битву. Ага, ваш герой сбежал, и поражение. Интересно, а почему ты сбежал, и пошло поражение-то? Если честно, то поражение не должно было быть. Знаете, я сейчас сделаю вот как. У него там были друиды, поэтому я расставлю немножко по-другому бойцов, чтобы его воины не били на большом расстоянии, а именно заклинанием шипы, каменной шипы, моих бойцов. Я специально расставлю тут, да, конечно, не очень полезно, но к тому моменту, когда противника начнёт меня атаковать своим заклинанием, каменной шипы, у меня прозраки оттуда отойдут. Поэтому, в принципе, пока всё хорошо. А-я-я-я, на моих духов напали. Сразу. Угу. Заклинание уклонения накинули. Угу, ясно. Сейчас сделаем вот так вот. Наверное, заклинание каменной кожи накинет на вот этих. Да, каменной кожи накинул. Лученькие сейчас стрелять будут. В призраков. Ага. Ясно. А-а-а. Шестерых. Четырнадцать. Нет, этим заклинанием, пожалуй, я не буду. Можно вот так вот сделать. Я, пожалуй, вот так сделаю. Четырнадцать бойцов сразу погибают. Баллиста, к сожалению, не погибла. Но сейчас должна погибнуть. И противник немало потерял бойцов. Садя в лучников, да, и сразу убиваем их. Это хорошо. Теперь вот этих, а-а-а. Глазеров-меча убиваем. Танцующих, а-а-а. С клинками. Татяцки. Ай-яй-яй. У нас, а-а-а. Высший вампир погибли. Как нехорошо. И у нас, а-а-а. Вестники смерти хорошо по щам получают. Если честно. Ладно. Ох, промахнулись. В ответ получили. Сейчас мне нужно заклинание. Заклинание, заклинание. Какое заклинание лучше? Послепление. Нет. Можно элементарий призвать, в принципе. Можно крикбанч. Тоже неплохое. Да, давайте крикбанч. Сейчас. Вот. А-а-а. Блин, обидно. Вы хорошо таковать не можете. Да, не, дайте, точнее. Ну ладно. Уклонение. Да, уклонение он использовал. Ну ладно, кидаем сейчас чуму вот на этих бойцов. Восемно... Ах ты ж. Боевое па. То есть. Так. Ярость, постоянное уклонение. Отражение постоянное. Мг. Честно сказать, это немножко странно. Ай, ты ж. Опять убил. У него что-нибудь спрямится? Магическое сопротивление постоянное. Блин, это плохо. Вот это я не предвидел, если честно. Ладно. Давай. Давай, весник смерти, работай. Ты. Е. Ты смог на него чуму накинуть? Теперь, дракончики, вы друидов убиваете. Ну, конечно, вы тут тоже по чему получаете. Ага. Он сделал передачу мага. Ух ты. Эй, прикольно. Я не знал о том, что можно передачу маны делать. Я об этом только узнал. Я с этим, скажу вам честно, с этим я вообще не сталкивался. И я, наверное, так же, как и некоторые из вас, только узнал. Ну, чего только не бывает, если честно. Ну и да, так как он ману получил, то вполне мог использовать заклинание. Немощность сейчас на него кидаем. На всякий случай, если мы его убить не сможем. Потом берем, убиваем. 16 на лезть. Ладно, 12. 12 тоже неплохо. А драконы точно не убьют. В ответ получат. И получат наверняка два раза. Сейчас борисся стреляет. 50 кп у него осталось. Знаю, что, да? Хорошо. 11 бойцов у него. А, я знаю, что можно на него сейчас кинуть. Это ослепление. Он как раз таки код этот пропустит. И пропустит код на очень долго. А вот вестники смерти, его вполне могут и убить. Хотя он может использовать заклинание снятия чарта. Как раз и заклинание уклонения. Но тут бесполезно. Поскольку я его уже убил. Последник его друидер. И он сдулся. Так, 14 500 я получил опыта. Потерял, конечно, немало бойцов. Но ладно. 513. Да, не получу. Не так много. И... Не, если честно. Тут, по-херашему, обычных скелетов взять бы. Но, к большому сожалению, я не могу их взять. Поскольку места нет. Ну ладно. Эльфы выступили против нас. И потому погибли. Николас, любовь моя. Я молюсь о том, чтобы все эти жертвы были не напрасны. Угу. Так. Нападаем на город. Победа. Мы даже никого не теряем. Ух ты. Само собой воскрешаем. Получаем новых бойцов. Заклинание. Чума. Изучено. Плюс 20 лучников. Это самое главное. Потому что мы получили новых бойцов. Если быть точнее, то не новых бойцов, а дополнительных бойцов. Поскольку лучники нам уже давно известны. И поэтому это просто дополнительный отряд. Дополнительный юнит. Сейчас флотик меня в разные места ходит. И изучает много чего. Оранжевый точно есть. Зелёный. Ну, с учётом того, что я сейчас не видел ухода зелёных, то, судя по всему, зелёных больше не будет. И они нам больше проблем никаких не будут давать. Нет, я тут, пожалуй, откажусь. Поскольку мне тёмная магия нужна для Марикеля. Поскольку он в основном сражается. И он как раз таки больше, чем все остальные мои тёмные маги, именно некроманты, чем-то занят. Но тем более на более мощных бойцов не надо. Мне нужно много сил. К примеру, тут башни элементарий есть. Вот я хочу вот на султанов-жинов пойти и их убить. А если я их убью, то я получу очень хорошую вещь. Именно юнит. Это, скорее всего, вестник смерти будет. Если я вестник смерти получу, то это ой-ой-ой-ка хорошо. Особенно, если я никого не потеряю. Если потеряю, то ну так. Мелкий единиц. Угу. Так. Так, ага. Ну да, соль туда плавать. Но я уверен, что нам придется там сражаться с кем-либо. О! Тут корабль тоже. Я, конечно, не уверен, что справлюсь с такими бойцами, но, как говорится, попытка не пытка. Кстати, стоит у людей купить крестьян, поскольку крестьяне каждый год дают дополнительные монеты, а именно каждый крестьяне дает сто монет. Мы покупаем блин, покупаем сто четыре крестьянина и у нас целых сто четыре монеты дополнительные. Да, конечно, так много, но все-таки деньги, хотя уже мне лишено это как-то все равно становится. Да, я хочу сюда зайти. И минус боевой дух. Круто. вот чего-чего-чего, а этого не катал, чтобы у меня боевой дух в минус пошел. Эх, печально. Да, вот, мне теперь туда пойти надо, поскольку я боевой дух потерял, то стоит туда. Тоже минус боевой дух, обида. но зато боевой дух сейчас подняли. Давай топай быстрее туда, сражайся, получай новых бойцов, подойдем к лавке артефактов и посмотрим что-то там. Кстати, тут же лавка артефактов тоже может быть, и для магов, но кузница. Вот, лавка артефактов. Артефакт весь опыт получает герои на 200% больше. лишить знаний героя это неплохо, но тут есть одна проблема. Если честно, это заклинание, но эта вещь бесполезна, я уверен. Кольцо позволяет развивать элементарий. Ну, для меня уже, если честно, оно бесполезно, поскольку у меня есть такое кольцо. Раз у меня такое кольцо есть, то и смысла мне в нем нет. вообще я не вижу смысла его иметь. Так, блин, 7 вестников смерти я потерял. Печально, я всех своих вестников смерти, то есть потерял в одной убийце. Боже, 52 и 51 ужас. Может, даже то, что я обошелся в 7 весников смерти, убитых, даже лучше, чем сейчас я сражусь. Походу. Ну, судя по всему туда. Так, давайте мы сейчас как поступим. Кидаю на этого султана заклинание чумы. Гасим пока все одного, на второе кидаем заклинание А. Ладно. так тоже нормально. Тоже пойдет. Правда, 20 призраков потерять это как и не очень. Ну, ладно. О, чума вообще появилась. Вот это тогда круто. Правда, обидно, что нету поднять мертвых всех этого заклинания общего. Чтоб я всех своих нечестей поднимал. О, кстати, вот тут вполне круто будет, поскольку я сейчас не укидаю заклинание как раз ки чумы. Отпора я сейчас не получу. И может быть даже есть смысл сейчас не укинуть ослепление получается или нету смысл. Нет, скорее всего смысл не будет. Ладно, я не буду не укидать, я лучше драконов преднему, поскольку одна атака и полен, ты пошел на скелет, которые тебя, конечно, не ухватали, но я потерял немало их, 39 скелетов. Так, стопай. А, блин, 26, 26 хороших бойцов, которые я не могу, к сожалению, забрать. я бы забрал, если честно, но вы сами видите, что, к сожалению, я не могу это сделать. Очень много нужной энергии, которой у меня просто банально нету. А что ты делаешь, чтобы увеличить или какое-то количество этих бойцов взять, я не могу, к сожалению. честно сказать, то это как раз кипячально становится. ладно. Тогда ищем, ищем что-то хорошее. Сейчас здесь покупаем получается бойцов, всех бойцов, но мне стоит, хотя нет, я сейчас водка сделал. Я тут покупаю всех, у меня сейчас тут же есть бойцы. На следующей неделе я прихожу, покупаю одного крестьянина, нет, двух крестьян оставляю. И получается, как я поступлю? Я делаю два отряда крестьян, один отряд крестьян, он будет в одном городе тусоваться здесь, он как раз перейдет к герою, который сейчас тусуется тут, к этому, он всю эту армию отдаст нашему этому герою, а этот герой будет с этим какой-то точки встречаться, и потом пойдет сюда. А, он даже так и решил сделать, армию, ух ты, удивил немного, ну ладно, так, бесполезно, суть по всему, туда плыть, ладно, тут тоже тупик, хотя, можно этого героя использовать, поскольку он ближе, но я немало все-таки теряю воинов, так и так, уничтожает невосприимчивость противника к заклинанию правлению разума, бесполезная если честно вещь, направляет плюс 4 к нападению героя, ненужная защита героя увеличивает инициативу, ну давай, хотя я не думаю, что мне это нужно, учитывая чешуи дракона, дракона, но с учетом того, что где он находится, то да, хотя тут свиток, который позволяет использовать заклинание ослепления, да, конечно, заклинание ослепления крутое, но я его не так часто использую, а если я добавлю своему герою плюс 3 к защите героя и увеличив инициативу всех маленьких существ армии на 5%, то это даже лучше будет, чем заклинание, сейчас попадаем на герифонов, да, 25 герифонов тем более, и я то есть потратил свое время на обычных признаков, о боже, я вот этого не хотел, если честно, ну ладно, о, блин, я забыл, там же есть шлем с этим, с доспехом, надо сходить и забрать, правда, там архангел или ангел обычный, я точно не знаю, но вроде как архангел, да, это архангел, вот, мы сейчас к нему тогда пойдем, но, а, понятно, он здесь, где-то был, судя по всему, нет, смысл, тут я не вижу ничего изучать, поэтому я сюда пойду, давай-ка сходи к этим скелетам, собери, они не хотят ко мне присоединяться, поэтому я их убил, немножко печально, захватываем эту шахту, 16 бойцов терять, но мы 75 новых бойцов, вечной расой уберем заклинание, потом на дракончиков пойдем, нет, драконов не стоит, вот тут я все-таки немножко ошибся на драконов не стоит, поскольку драконов я тогда точно потеряю, почему потеряю драконов, потому что я никого не смогу из этих всех бойцов отдать не ему, либо я у этого бойца героя как раз я отдаю всех, но дракон союз, либо отдаю один вид юнитов, который не будет у маркере, и опять у него окно будет, которым мне окно не нужно, если честно, поскольку у меня все бойцы мощные, и из-за что они все мощные, то смысл терять кого-то я не вижу, поэтому я не буду делать, ладно, блин, я нату кнопку нажил, пока я ставлю паузу, и я вернусь уже по окончанию, когда я соберу армию у маркеля, с ним соединюсь, и начну уже как раз и выступать городу, вот, блин, тут немножко нехорошо мне получается, если честно, потому что к нам подошел один гость, вот, мне с ним сейчас придется воевать, почему мне сейчас не придется воевать, потому что у меня в городе, как вы могли сейчас заметить, там просто банально почти никого нету, из бойцов, вот, 27 големов, потом 45 сергар голев и 63 стрелка, типа это воины, ну, нет, нифига, если честно, пользы от них никакой, поэтому мне нужно прийти туда, а, он еще и не хочет захватывать пока мое поселение, это его ошибка, а, ты у нас с корабля сошел плохо, поскольку тебе на корабле надо тусоваться, ну, что Изабель идет к городу нежить, я Изабель отправил городу нежить, потому что она у меня так и так собиралась идти сюда, так как она собиралась сюда идти, то какая разница, что у меня некромант придет сейчас, что у меня будет герой сидеть, тусоваться и пройдет через какое-то время, ну, там, через ход 2 Изабель, разница на самом деле не такая большая, поэтому мне проще становится просто отправить Изабель туда, она приведет воинов, и после того, как она приведет воинов, то будет как раз пополнение у этого генерала. Немного не вовремя, если честно, раньше решил пройти на мои земли, но это его ошибка, честно скажу, его ошибка, то, что он решил пройти вообще на мои земли. Так, давай, скелеты сюда, потом вас сюда, вас сюда, вот тут опять у меня такая же проблема сейчас стала, некого оставлять у него, хотя, я знаю, я могу обычных замоков сейчас, у него как раз чтобы ему отдать обычных зомбаков, не прокачанных чумных зомби, а самый обычный, вот с ними он будет, вызов подкрепления нет, мне оно не нужно, два архи еще неплохо, два призрака тоже, но вот таких вот, хотя можно меньше, я уверен, потому что можно меньше потерять, сейчас у нас высшие вампиры ходят, вы сюда пойдете, дракончик сюда, потом призраки здесь, вы, ну, понятно, где вы тусуетесь там, поскольку вам проход заблокировали, вы стреляете сейчас сюда, убиваете трех, вы убиваете потом принцесс, и получается кого из этих двух убить, создать, давайте лучше вот как сделаем, создадим фантома призраков и на призраков пойдут сразу же, я уверен, актрис не пошел на них, заклинание зато использовал и этим самым он потерял возможность убить более мощных юнитов, пожалуйста, не убей всех горгутов, а, ну да, у него же ход был закончен, и так как у него был закончен ход, то он поэтому ничего не может сделать, точно, дракон сейчас ничего делать не будет, я герой если честно убил бы, ну, точнее его ослепил, а не убил, ладно, давай-ка сделаем вот так поднять мертвых трех бойцов пожалуйста вот тебе нужен был именно архилличей бить сейчас именно с учетом того, что призраки и дамаг очень редко по ним проходят не вижу смысла как-то сейчас около ник даже не тусоваться а их атаковать я лучше сейчас подожду ты что собрался моих скелет убить да ты гад и вот по итогу я просто опять потерял тех бойцов которые я не хотел терять эх вас забираю потом вас забираю а вас забрать я не могу либо за место высших вампиров хотя да за место высших вампиров заберу поскольку высшие вампиры вы уже если честно то бесполезны без уже имеющих вампиров вы бесполезны от вас никакой толк никакого толка точно я сейчас вообще как могу делать могу купить обычного зомбака дать этому герою потом пойти крестьян тоже убить и по итогу у меня будет куда больше скелетов лучников больше скелетов лучников будет целых 402 скелета лучников будет то есть дополнительные бойцы это раз дополнительные бойцы то дополнительная сила ладно ставлю паузу и вернусь уже как раньше говорил по сбору всех юнитов так на нас напали сейчас к сожалению героя нормально купить никого не получилось как вы можете понять такая же петрушка опять генерала некроманта два генерала некроманта и на удивление только один генерал имел скелетов я точно насмотрел какие-то вроде обычные скелеты потом обычных зомби имел и одного высшего вампира на удивление одного высшего вампира иметь в самом начале героя который ну по факту еще ничего не не делал вообще первого уровня это вообще круто ну пока тут стоим держим барону убиваем афраческих колдунов поскольку мне нужно будет с будущим с ними биться и готовимся к встрече противника вот тут конечно не очень хорошо для меня складывается то что я немало бойцов теряю в самом начале потом нас нету героя и тем самым мы не поднять не можем воинов не используя заклинания любое чтобы хотя бы по площади как-то противника открывать если был герой с заклинанием огненный шар то ой как противнику если честно не повезло бы по идее у него уже заклинания должны точнее мана должна кончиться поскольку три раза использовал навык свой и самое главное использовал навык волшебный кулак который тратит по 5 маны по 5 маны за один ход немало так выдавать сюда совать блокируем пока проход убиваем его как раз колдунов и ждем противника он обычно так делает своих же бьет неудивительно самое главное что он своих бил точно моих гремлины они могут вроде как восстанавливать големов а горгулий я этот момент не помню точно големов они могли восстанавливать я вот это помню но про горгулий точно нет я потому что за эту францию очень давно не играл вот да они так как инженеры у них есть ну сразу такая пассивка восстанавливается и своих механических бойцов то есть големов точно могут а вот ну без понятия если честно почему получить могут а вот убить нет это плохо давай особенно своим как раз колдуном атакуй чтобы твои бойцы так неплохо так получили сами по щам и немало потеряли воинов ага шансов убить кого-то нету хотя так тоже особо небольшие опять все взглянули а ну такая так тогда и судя по всему то все я еще одну принцессу убиваю хотя не факт поскольку он может моих бойцов вы бы с любить ну ладно сейчас посмотрим так три кто то он убил потом их траковал это ланочка нет все таки убить не сможет ну по крайней мере они не могли убить а вот он тоже не смог горгули о его колдуны пошли у кого-то судя по всему уже все нету вообще даже стрелять как ты не ископал так что у тебя уже ман ну твоя ошибка не стоило так много использовать заклинаний какой еще решил выстрелить и бум и особо небольшого эффекта больше своих рубил но на большом сожалению это не происходит ну ладно главное то что я двух принцесс его убил или трех ой двух да двух принцесса он потерял и восемь волшебников это одна из важных вещей сейчас вот мой вспомогательный герой некромант подошел и отдает всех своих бойцов ему блин точно у него же был обычный лич и вот обычного лича я мог отдать ему а он имел бы как разки выше квапиров у него как разки 121 получать 1502 скелета лучника 402 призрака 102 архиелеча 705 чумных зомби иметь вот такой комплект бойцов если честно нехило скажу так это иметь вот реально нехило сразу даю ему поскольку ему важнее будет тебе это нет так ботинки давай ты ему это дай уменьшает удачу ему потом нет ослепление если бить все таки с кем ты еще будешь я тебе дам мяч который нападение дарует 50 ну значит нападение защиты и дарует 50 процент защиты заклинание заклинание я лучше этот меч там чем добавить только плюс 2 атаки а сюда карман как разки этому и получается что потому что я больше сюда ничего запекать не могу ну ладно ты у нас теперь получается сейчас сюда идешь а вот это ты ты с крестяным краски драконом дракона забираешь и потом идешь в город у нас почти 200 тысяч золота прикольно нужно и забыли кстати отправить в город людей и потом возможно я успею даже собрать так еще воинов четырех драконов само собой принимаю и теперь отправляемся на захват вот этого города возвращать его будем сейчас ты у нас идешь сюда нет ты сначала за обычными зомбаками пойдешь а потом только пойдешь в город а изабель у нас уходит сюда и все получается так а я тут забыл один интересный момент то что тут есть даже проход к другому городу поэтому я решил все-таки пойти к тому городу а не к этому чтобы его сначала захватить поэтому сейчас ждем когда наш герой освободится после захвата того поселения и пойдет уже на сбор новых воинов ой я что-то не то делаю я почему-то и забыли я даю наоборот нежить хотя она человек ей нежить вообще ни капли не стала бывает такое сейчас город некорманты заходим 5 и идем покупаем обычного зомби или тут а тогда делаем вот так заходим в город прокачиваем 15 зомбаков обычных покупаем одного а 5 воина одного зомби отдаем всех прокачанных бойцов а не прокачанных оставляем у него у нас как раз таки после этого хода получается забрать одного ну одного нескольких бойцов вестников смерти и можно будет спокойно уже отправляться отправляться на заклад города поскольку я немало воинов буду иметь уже тем более мощных бойцов и у нас что-то темная энергия все падает и падает блин а тут невестники смерть это обидно вот еще вот тут весь их смерть конечно хорошо а так посох преисподн прелестно с ним я превращу все города магов охваченные ересью в обители истинных приверженцев асхи а потом выстучу свою веселую мелодию на могильном камне ну как то так получается 25 бойцов мы получили а сейчас высших вампиров идем забираем потом шлеме какой то наверное прикольно все таки шлем забираем и радуемся жизни в принципе так выше вампир давайте ко мне присоединяйтесь сейчас сюда идем да никого не теряем зато 2500 золотых получаем и артефакт находим бесполезный я кошмаров преследую получаю 18 призраков ок так защита во призраки тут это хорошо дополнительные трэд хотя мне они уже бесполезны если честно поскольку воины у меня и так есть в большом количестве и дополнительные вообще ни капли не нужны ну пускай будут мало ли как говорится может что-то пойдет не по плану и в итоге у противника будет очень много и это хорошо но грубая сила иногда не менее полезна чем магия думаю армия в тысячу скелетов нам не помешает какое милое зрелище тысячи бездушных марионеток не знающих ни надежд ни страхов безоговорочно подчиняющихся моей воле просто слезы на глаза наворачиваются а было задание получить тысячу скелетов и все ой блин можно приклеить поскольку у меня все-таки прокачаны в бойце они первые они все второго если были первым то рендут пользы ну польза была но они все мощные давай проклинать во-первых а за не поскольку исподним получается да да вот сделал был проклят и это у нас теперь город город того нежити и противнику он особо не нужен если честно будем теперь ходить проклинать города и будем радоваться жизни осталось еще два года как для себя будет божественно точно я скоро смогу прокачать своих драконов обычных драконов и скоро смогу прекращать почему смогу скоро прекращать потому что кто замечал вот тут у нас форт на холме находится раз у нас находится там форт на холме что это значит правильно мы сможем туда приходить прикачу своих бойцов раз можно покачивать своих потоку мы сможем как раз и прикачать их бойцов которые мы не можем окачивать в городе поскольку город нам не позволяет это делать поэтому сейчас мы берем идем захватывать фортик уничтожаем всех кто здесь есть и прокачал воинов вот а теперь это сюда посюда и плеча вышел потом высших вампир сейчас тоже забираем себе этот герой идет городу магов проклинать его сейчас тоже будем скоро осталось только забрать правда воинов оттуда и все и прокачать своих драконов точно до 40 но вышел вампир я готов принять идем убивать скелет скелетов лучников получаем скелетов уже прокачан скелетов и блин не хватило не прям капельки чтобы подойти к форту ну ладно что делать печально конечно ну ладно ну пока противник нашему некрополису не идет это радует 11 призрачных драконов ох как хорошо архангел идем убивать и наверно будет как раз и прозрачные драконы шлем короля гномов знание ослепление вот не восприимчиваясь к заклинанию ослепление есть но это прикольный сейчас так никто бы смыть а сейчас встречаем ты мне очень сильно нужен потому что все ходы и делаем да и как я вижу он не собирается идти сюда моему некрополису ну и ошибка это его ну и ладно давай ты пойдешь захватывать этот город архангела да вы гады двоих моих призрачных драконов убили вот кого кого вот вас нельзя было убивать поскольку и мощный бум в архангела стой и жди 23 вышка вампира погибла потом 12 установили неплохо отрок для семьи архангела убивают четырех он потерял и бум почти всех убил уже и я если честно о подчинении есть это прикольно и я никого не потерял заметьте я никого не потерял я сейчас вышку вампиров принимаю ну может там двоих терял и вот окангела погибли в итоге я не двух призрачных драконов а только двух высших вампиров и я их восстановил это самое главное то что я восстановил тех бойцов которые я потерял а все я и прокачаться сам главный могу же печально тут только золото мне уже даже золото не нужно если честно ртефакты тут собираю ну правда они беспорезны для меня уже ну ладно пускай будут я их носить все не собираюсь но дают так буду брать тогда ну все осталось захватить и приклинать для для дамагов сам главным так бой и девятерых нет не особо не таким мощный конечно я лучше сам сажусь вот один тут обычный доме я уж тебя вывожу насколько мне не нужно там и уходишь по идее он должен в это окно сам уходить но вы ставите он не хочет ну ладно я тогда так делаю а то я уверен что так хочу сражаться вы давайте дамы блин плохо я не вижу сколько убивают на 19 до 29 либо 9 точно ну давай текст не убивай поскольку и через скоро будут ходить и они тоже много убьют тем более тех девятерых точно вот это 6 до 38 и убили всех это хорошо это меня устраивает используем заклинание тут получается какое чума наверно на крестьян и убиваем их сразу сразу же приходим крестьяне в итоге будут любить все скелетов пока потерял не так много можно было конечно больше потерять но я их не потерял а ей мы их высших вампиров таковать как мы посмели ну ладно сейчас все погибли а у нас чумные зубы идут вперед и мы ждем как раз и горемов ждем горемов противника и убиваем их скидыш и их нет все победа я потерял только четырех скелет но я и получу немало бойцов тоже это хорошо холодно устали изучаем от этих город и на этим героем к сожалению проклинать город я не могу мне нужно чтобы маркер именно пришел туда ладно ждем ждем когда маркер подойдет туда и будет проклинать город и вот тут немножко нехорошо получается к нашему городу к нашему некрополису походит нашли герой который решил захватить его как ты вообще посмел не так надо было тебе идти вот сюда идти надо ладно сейчас в некрополисе покупаем вот этого героя потом мы делаем форт покупаем вот этих бойцов и вот так вот и вполне неплохо если честно у нас получается все обидно я не могу телепортироваться ну ладно окей автобой тем более я не включил хотя тут пользы автобой нету наверное за это он и не сработал обидно и след прекращать не мог ладно одного убил убил бы двух я лошадях убью поскольку они травить могут а сейчас шипы либо кулак кулак да бомб убил одного ой его противник удача минус это хорошо ммм признаки давать сюда привидение вы пока стоите там зомби тоже стоите я все таки этот некрополис я потерял поскольку противник все таки мощный и у меня сил у них хватит и это будет более точным то численность моих воинов поскольку противник довольно сильный и у него сильные бойцы по сравнению с моими бойцами да конечно если скелеты лучники были то вполне я мог победить еще но еще там чумные зомби были а не зомби но так у меня нету стрелков это раз во вторых у меня не чумные зомби которые могут а почти любых это я не то как раз таки тут проблема становится вот у него тут 3 стрелка 10 кулдунов это проблема а были бы принцессы которые сюда пошли и чумные зомби принцессу просто загасил бы с запаса но увы и ах нету заклинание ослабление бесполезно используют поскольку оно мне сейчас ничего не даст если честно поскольку противник использует либо колдосо либо стреляет на расстояние или атакует в ближнем бою если я атаковал в ближнем бою то да польза какая то была но он не атакует меня поэтому его смысла я не вижу пока уход делаю если будет более того что то пропускаем уход ждем когда противник нам дают и как я полагаю он хочет чтобы сначала я анимался и к бойцу потерял чтобы он не расстрелял а после этого только пойдет ближний бой ну неплохо 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 так тактика в принципе он младен что что какую тактику придумал но если быть честно то бесполезно так так минотарь давайте идите хотя бы вперед погибать погибать от моих зомби бом минус 6 сразу и нет принцесс не отправил как так ты же должен был принцесс отправить вперед почему решил не отправлять просто добил бы их ну ладно так зомби ничего делать не могут во принцессы пошли вперед добивать они пошли добивать только эффекта никакого давай пронись бум и минус 2 ну это было ожидаемо ладно некрополис мы потеряли это немножко нехорошо но ничего страшного мы его вернем мы некрополис себе вернем это точно соясь давай-ка иди обратно к нему и забирай у этого героя всех бойцов вот этих прокачанных поскольку тебе они нужны и ты сейчас сюда пойдешь лучше а ты пойдешь обратно сюда а Маркель он пойдет захватывать город у противника из-за того что у него просто последний город оставался он из-за этого решил пойти и захватить у меня самый слабый город вот просто банально так а да не я зря я его все-таки зря на корабле провел лучше там тусовался ну ладно бывает сейчас сюда отправляем он некромантов начал покупать неудивительно так сейчас идем в форт наш некрополис его забираем себе и после этого начинаем проследовать противника и убивать его 2 отряду противника остался ох какой ты глупый если честно ты же понимаешь ты на корабле точно уйти не сможешь а послушай если ты пытаешься уйти то это будет бесполезно так здесь я получаю высшего как раз и вестник смерти и после отправляют тебя сюда из этого некрополиса я конечно отправить тебе никого не смогу но меня здесь тусует как бы один мощный герой который ну в принципе почем дать сможет по крайней мере я на это надеюсь хотя может у него много воинов и дать ему почем не сможет это тоже возможно а нет у тебя же ты был в корнюшне поэтому у тебя данис позволяет его проследовать хорошо на всякий случай мы сейчас сделаем тут более хорошую защиту и ждем противника на следующем году фортную откупить ой ой а кто-то решил назад пойти как я вижу только это бесполезно поскольку я тебя догоняю и я тебя со спины атакую и убиваю упс и все кто-то всех потерял получить кольцо грешников а а а а алисафир а а мне город надо найти алисафир а и где этот город интересно вот это реально интересно где этот город Ну, так как я уже всё обыскал, смысл сидеть и ждать просто какого-то чуда я не вижу. Мне просто банально тупо ещё и нужно бегать по всей карте, искать, реально, брать и искать этот город, поскольку кольцо должно находиться в городе. И раз должно находиться в городе, то город должен где-то быть. Раз на это пошло. Пирамида. Я, пожалуй, тебя отправлю сейчас сюда, на эту пирамиду, поскольку она меня очень сильно заинтересовала. Ты давай иди сюда и здесь пойдёшь тогда. А, понятно. Маркель заблокировал проход, получается. Угу. Он сейв в проходе, поэтому не можешь ты идти. Хорошо. Пирамиду мы расчищаем, получается. А, мы дойти не смогли. Ух ты. Как интересно. Ну, бывает. Нападаем сейчас, после этого года, на пирамиду. И радуемся, в принципе. Ну, а вы прошли к пирамиде великого древнего царя, выжилась найти в ней древний сокровище. Да. Ммм, блин, ну, типа такое себе. Не, заклинание, то, что я нашёл, это реально круто. Я, правда, не знаю, что это за заклинание. А, телепор. А, телепортируя дружеские треты в другую часть поля боя, переносит существ за стены, гордо способен лишь герой, обладающий навык искусственная магия света. Ух ты. А, у меня, вроде как, это и есть. Сильная магия света, а не искусственная. Ну, вот это немножко не очень. Немножко не то. Ну, ладно. Бывает. Тебе в конюшню надо. Потому что новая неделя началась, поэтому в конюшню. Ну, ладно, я пока оставлю паузу и вернусь по нахождению как раз-таки этого города. Так, у нас небольшая проблемка появилась. Я чуть позже покажу, что это за проблема. Сейчас я просто не хочу вам показывать по окончанию битвы. Приказно покажу. Скелеты. Скелет, скелет. Противник получается только скелет, лучник тоже. Когда их убивает. Вот тут, если честно, то Лич уже по факту бесполезен. Поскольку Лич, он не сможет вот этих всех убить. Да, конечно, нанести по ним в дамах сможет, но... Не убить сразу всех. И это обидно. Ой-ой-ой-ой, Архивича я потерял. Ммм, это нехорошо. Чумо-да, бесполезное заклинание получается. Адрайка Фантома сейчас Высших Вампиров делает. У нас Фантом Высших Вампиров пойдёт в атаку. Либо их... Нет, их атаковать не решили. А Фантом Вампиров такой. И Вы убили их. Молодцы. Сейчас стоим ждём. Зомби мы убивать не будем. Поскольку я хочу взять и своего Архивича воскресить. Потому что я потерял его. Раз я его потерял, то я не хочу потом тратить время. И по итогу я никого вроде как и не потерял. И... Чё торгул? О, да. Всё, никого. И вот... Вот такая вот у нас опасность пришла тут. Не, я, пожалуйста, сначала город заплачу. А потом будут за ним бегать. Потому что он будет мне мешать. А, он решил даже так делать. Хорошо, молодец. Ты сам решил подойти ко мне и... Самоубийца. Блин, много. Ну да, у него изначально и бойцов было немало. Ну-у-у-у-у-у-у-у. Если честно, будет битва трудная. Битва трудная в буст. О, у них и боевой дух сразу минус. 15 титанов. Это слишком. Это слишком. Сверху нет. В 51 колдунов убил. Ну, хотя бы сколько. Титанов. Мы убить сразу не сможем. К сожалению, но... Но... Мы сейчас так... А, от 15 до 20, но с титанами. А вот тут у нас получше будет. 58, 66. 68, 8. Не, тогда да, лучше так. Бум. И минус колдунов у противника. Это хорошо. Это самое главное. То, что противник колдунов потерял. Ай-эй-эй, по призракам прилетело. Можем использовать заклинание телепорт. И... Телепортируем туда... Наших бойцов. Но... Можем использовать хорошие заклинания. Только перед тем, как использовать заклинание подчинения, надо выбрать. 19, 19, 44. Блин. Вот так. И 29, 26, 144. Да, лучше... Я их починю себе. И всё, они под моим контролем. Правда, обидно, что он не решил атаковать. Снять HR. Нет. Я эти чары... Он не решил использовать. Ай-яй-яй. И мои картины еще и пытаешься убить. Негодяй. Вот негодяй. Вот реально. По-другому, как негодяй, его нельзя никак назвать. Ой-ёй-ёй. О-о-о. Давай. Я, правда, не понял, что это было, но он вроде как вполне неплохой навык. Я не помню, что он делает. Ну ладно, сейчас посмотрим. Да, конечно, мы их атаковать не можем, но я не вижу смысла. Лучше титаны атаковать. Поскольку титаны нам предоставляют пока опасность. И опасность не слабо. Ай-яй-яй. Призрачного дракона я потерял. Давай титана. Убивай титана. Бум. И высших вампиров он пнул. Вот негодяй. Он пнул про наших высших вампиров. Починить тех срелков надо. Поскольку срелки проблемные. И получается на них подчинение все уже чуть-чуть. Кончилось. Ну ничего страшного. Убиваем джинов. Потом. А. Ладно. А, мы еще и их убили. Прекрасно. И вот тут два отряда этих. Блин, может стоило в этих сначала высшелить, а потом только убивать тех. Хотя принцессы тоже опасность несут. Сами к себе. Ладно. Они начинают стрелять в этих. И их убиваем. В это же время мы на них заклинания при крястье положили в жертву. Ладно. Ладно. Но мы убиваем их. Поскольку мне они уже не нужны. Тем более это вражеский отряд, который мне и так и так придется убивать. Как бы я ни пытался, но убить их стоит. Сейчас надо будет поднять сначала архи лечей, поскольку их больше убивают. А потом... А потом поднимаем уже дракона. Шесть лечей подняли сейчас. А потом чум... Ой, чумного. Чумного дракона поднимаем. Потом мы берем и поднимаем спокойно нашу призрачную дракончику. И убиваем тех сырлков. Поскольку они нам мешают. Давай сюда пока стреляй. Я хочу драконов поднять просто. Из-за этого я и не убиваю этих сырлков. Поднять пятерых или одного дракона. Не, лучше лечи подниму. И вот тут уже все. Набиваем их. Все. Победа. И мощная армия противников была уничтожена. Правда я немало все равно бойцов потерял. Четыре тысячи. Но... Ужас. Ужас. Я так и никого особо поднять я не могу. Из-за нормальных бойцов. Капец. Ой, битва за город. Ой, а там еще и один крестьянин. Вы издеваетесь, что ли? Это смешно же. Не, ладно. Вот так я делаю. Все. Обида. Я убил его. Просто у меня болезнь сходила и убила. Блин. Блин. Я не хотел. Я забыл то, что у меня нету места. Это еще и вампиры были, а не высшие вампиры. Но там архиелищи, поэтому я могу спокойно туда сбегать. Ладно. Опять ставлю паузу и вернусь уже у ворот. Итак, я догнал вражеского героя. Ну, писал то, что немало бойцов, но по итогу какой-то он слабенький оказался. Ну ладно. Там главное то, что шесть вестников смерти и один архиелищ появился в комплекте. И сейчас идем к этим воротам и будем уничтожать гранизон того замечательного поста тех ворот. И потом пробьемся к последнему городу. Последнему городу Орендо. Критерский маг. О, одного вышел. Потерял. Эх, сейчас забрать кого не могу. Печально. Ну ладно. И, судя по всему, там еще один ворот. Да. Там еще один ворот. И это плохо. Это очень плохо. Придется еще биться. Два ворот. Еще одного. Только одного бойца теряем. И опять никого добрать не можем. И, как я полагаю, не налево. Судя по тому, что тут ворота были. И какой гарнизон. Двух, если я потерял весь инк в смерти, 18 архиличей против таких бойцов. Нет, тут я лучше оставлю реальный компьютер. Пускай автоболь будет. Да, конечно, не так интересно, но с учетом того, кого я мог потерять, это хуже. Сколько вообще? Проклятие! Сайрус бежал, воспользовавшись волшебным кольцом. Моим кольцом, между прочим. Клянусь, я его верну, даже если придется отрубить палец, на который оно сейчас надето. Но для этого нужно больше сил. Думаю, 20 костяных драконов хватит. Угу, то есть 20 костяных драконов мне надо. Ну, опасность очень низкая, я тем более эту горько проклинать буду. И там, я думаю, смогу как раз-таки все сделать. Стопэ! Стопэ, стопэ, стопэ. Подняет вас магическая реальность кольца грешникова. А вот тут как раз-таки проблема получается, если честно. Поскольку тут вроде было 6. У меня 10, 16. Не, хотя, сумеречный драконов я могу, конечно, превратить как кассины драконов. Хотя я не уверен в этом. Но, как говорят, попытки не были к ищутки. Ммм, архи... А, я тут секс забираю. Город превращаем в Некрополь. Я сказал, город превращаем в Некрополь. Аль Сапфира этот. Ладно, он не хочет. А, идем сюда. Вопрос на засыпку. Как я должен 20 из костяных драконов это поднять, если у меня нет возможности, поскольку драконы это очень, во-первых, сильные юниты. Во-вторых, на призыв выбрали, что нужно. Хотя нет. Я вот не помню, кто вроде как титаны все-таки. Тут титан есть. Раз тут титаны имеются, это прекрасно. Поскольку мне нужен на данный момент титан. Почему мне нужен сейчас титан? Вы сейчас все узнаете прекрасно. Покупаем титана. Сидим немножко здесь и ждем. Просто будем сейчас сидеть и ждать. И я вам покажу, что мне именно нужно. Я посидел, посмотрел тут всю карту. Все посмотрел, пытался даже обычных титанов. Я прокачиваю титанов, обычных титанов, пытаюсь превратить в существ, но не могу. К сожалению, я не могу их превратить в драконов. И у меня получается такая проблема, значит. То, что я застрял. И тут два варианта. Что делать? Первый вариант переигрывать. Второй вариант попытаться воспользоваться чит-кодом. И этим самым, как раз таки, пройти автоматом эту миссию. Ну, другого варианта, к сожалению, я не вижу. Поскольку, если найдут, конечно, умники, которые напишут, так, построить задник, который позволяет нанимать драконов. Доступны максимальный уровень улучшения сооружений в этом городе. Кладбище драконов. Требование замок. Замок я построить не могу. У меня изначально по миссии, вот, все, что я мог построить, я все построил. Тут, да, конечно, можно еще, там, гильзу магов прокачать, можно вот это все построить. Но, к большому сожалению, сейчас это сделать я не могу. И если кто-то скажет, сходи, посмотри, переделай, там, каких-либо других бойцов, к примеру, волшебников, сейчас вам покажу. Вот этих архимагов. Архимагов, да, я могу. Переделай джинов тогда, существ, не смогу. А раджи тоже делать не смогу. То есть я только вот эти, вроде как, четыре, точно, архимагов и старших гремлинов могу переделать. Остальных я не помню. Гаргули и големов я не проверял. Титанов я не могу. Султанов и раджи я не могу. Поэтому, получается такая проблема, что все-таки я просто встрял. Я вам говорю сразу, если вы теряете дракона, советую вам все-таки его воскрешать. Поскольку у вас два варианта, либо использовать чит, либо данную переигрывать битву. Я, к большому сожалению, переиграть битву не смогу. То есть тут изначально было 20 драконов. Ну, может 20 с чем-то, скорее всего 20 драконов на выполнение как раз и этой миссии. И вот тут печально, потому что я не могу выйти из этого места, пойти дальше играть. Только из-за того, что я тут встреваю в эту, как раз, проблему, в эту миссию, задачу. Ладно, я буду тогда на этом заканчивать это видео. С вами был я, Леонид. Всем удачи, всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok